Боевые лазеры, новые истребители и спутники как проходят перевооружение российских ВКС 18 мая 2019, час 17 Алексей Заквасин оружие на иных физических принципах будет определять боевой потенциал российских войск в ближайшее десятилетие Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и военной промышленности В частности, глава государства уделил внимание комплексу «Пересвет», который предназначен для перехвата самолетов и ракет противника Ранее президент рассказал об успехах в перевооружении ВКС и необходимости решения проблем в ракетно-космической отрасли Речь шла о наращивании отечественной орбитальной группировки Поставленные Путиным задачи, как полагают эксперты, позволят увеличить боевую мощь воздушно-космических сил Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса ОПК Обсудил возможности отечественного оружия на так называемых новых физических принципах По словам главы государства, именно такие вооружения будут определять боевой потенциал российской армии и флота на протяжении почти всего 21 века Кроме того, обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники Включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы с вами это понимаем, встречались только в фантастических рассказах Имея в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня Они созданы уже на практике, рассказал российский лидер В настоящее время, как заявил Владимир Путин, войсковую эксплуатацию проходит лазерный комплекс «Пересвет» Впервые о нем стало известно из послания президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года В июле Минобороны РФ сообщило, что для эксплуатации системы подготовлена необходимая инфраструктура, включая помещения для техники и дежурных смен В беседе С.А.Т. военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что «Пересвет» предназначен для перехвата самолетов, ракет и, возможно, спутников противника Мощный лазерный луч способен прожигать обшивку, вызывая повреждения аппаратуры «Пересвет», по мнению аналитика, может прикрывать ключевые объекты военной инфраструктуры, включая районы дислокации стратегических ракетных систем Россия – первое государство в мире, которое поставило на боевое дежурство лазерное оружие Это свидетельствует о том, что наша страна обгоняет другие державы в этой области Лазерное оружие дает огромные преимущества его обладателю «Выстрел стоит копейки, а цель поражается со скоростью света», – подчеркнул Кнутов В то же время у современного лазерного оружия существует ряд недостатков По мнению Юрия Кнутова, «Пересвет» является достаточно громоздким комплексом, а луч, скорее всего, не проходит сквозь дождь и туман Однако, как считает эксперт, необходимо активно эксплуатировать эту систему, чтобы ускорить появление более совершенных вооружений Испытания пересвета носят в том числе и исследовательские задачи Я уверен, что с течением времени будут созданы компактные наземные и морские комплексы При этом отечественные самолеты также будут оснащаться малогабаритными и мощными лазерными установками «С их появлением проблема дождя и тумана перестанет быть актуальной», – добавил Кнутов На десятилетия вперед Совещание, посвященное оружию на иных физических принципах, завершило серию традиционных майских встреч президента с руководством Минобороны и ОПЭКа В течение года Владимир Путин дважды, как правило, в мае и ноябре, проводит подобные мероприятия С этого года совещание проходит в новом формате Как сообщил глава государства, на них обсуждаются вопросы развития определенного вида или рода вооруженных сил, а не отдельного класса вооружений Завершившаяся 17 мая серия совещаний затрагивала вопросы модернизации воздушно-космических сил Также по теме Оптимизация дает ощутимый эффект Путин рассказал о результатах модернизации в ракетно-космической отрасли Российская орбитальная группировка спутников военного и двойного назначения за последние годы обновилась практически на 80% и выросла ВКС были образованы в 2015 году В их структуру входят военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны и космические войска Последние отвечают за отражение различных угроз из космоса, запуск космических аппаратов и управление орбитальной группировкой На предыдущих совещаниях Владимир Путин заявлял, что Россия достигла серьезных результатов в обновлении технического облика ВКС В 2013-2018 годах промышленность передала Минобороны более тысячи новых и модернизированных самолетов и вертолетов На сегодняшний день доля современных машин в авиации составляет 65%, а ВКС в целом – 74% Их боевые возможности были продемонстрированы в ходе операции против террористов в Сирии Например, фронтовые бомбардировщики Су-24М с новой системой наведения и навигации применяли как обычные бомбы, так и высокоточное оружие В результате расход авиационных средств поражения был снижен в несколько раз, отметил глава государства К 2028 году в рамках новой госпрограммы вооружения ГПВ, ВКС получит 76 серийных истребителей пятого поколения Су-57 Новыми машинами будут вооружены три авиационных полка Контракт на поставку самолетов и средств поражения должен быть заключен в ближайшее время Ранее Минобороны планировало приобрести 16 единиц Су-57 В комментарии А.Т. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский пояснил, что снижение цены на истребители пятого поколения произошло благодаря росту производства Скромные объемы закупок, первоначально заложенные в ГПВ, эксперт объясняет неготовностью двигателя второго этапа, изделий 30 Опытные образцы Су-57 летают на двигателе первого этапа АЛ-41Ф1, изделия 117 Это достойная силовая установка, но новый двигатель будет более совершенным, это новое поколение Закономерно, что Минобороны хочет получить самолеты именно с ним Могу предположить, что с оборонкой был найден компромисс Первые серийные Су-57 будут летать на АЛ-41Ф1, но потом они будут ремоторизированы, сказал Мураховский Отдельное внимание Владимир Путин уделил обновлению стратегической авиации, воздушного компонента ядерной триады РФ По его словам, в результате модернизации самолеты Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 «Белый лебедь» получат возможность применять новейшие крылатые ракеты и другие перспективные средства поражения 13 мая, в первый день серии совещаний, Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, КАС На это предприятие возложена задача по выпуску Ту-160 и модернизации парка ВКС В ближайшие годы в войска будут переданы 10 новых «Белых лебедей» Еще 10 строевых самолетов будут оснащены новейшим бортовым оборудованием и двигателями Как пояснил в беседе SRT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев Завод имени Горбунова будет загружен заказами Минобороны на десятилетия вперед По этой причине на предприятии сейчас ведется модернизация и расширение производственных мощностей Обновленный Ту-160 заметно превзойдет по боевым возможностям нынешнюю версию самолета родом из 1980-х Скорее всего, серия «Белых лебедей» ограничится 10 единицами В дальнейшем приоритет будет отдан стратегу нового поколения, ПАГДА, который разрабатывает ПАО Тупалев Судя по всему, он также будет собираться на площадке в Казани Поэтому вложения в производственную базу завода Горбинова полностью оправданы, заявил Корнев Космический эшелон помимо вопросов авиации, Путин обсудил с руководством Минобороны ОПК ситуацию в космических войсках По словам главы государства, в России последовательно развивается система предупреждения о ракетном нападении, СПРН Как заявил президент, в ближайшие годы наземный эшелон будет совершенствоваться за счет строительства радиолокационных станций РЛС, за горизонтного обнаружения 29Б6 контейнер разработки ООО НИ и дальней радиосвязи, НИДАР, Москва Этот уникальный комплекс позволяет вести наблюдения за воздушной обстановкой над большей частью Западной Европы и Ближнего Востока Также по теме Американский гиперболоид Зачем США создают лазерное оружие для бронемашин Минобороны США планируют разработать высокоэнергетическое лазерное оружие на шасси бронетранспортера В связи с этим Пентагон Космический эшелон СПРН включает орбитальную группировку С 2013 года она увеличилась в полтора раза Состав спутников был обновлен на 80% За минувшие три года космический эшелон отследил пуски более 150 баллистических ракет российского и иностранного производства По оценке Владимира Путина, возможности орбитальной группировки повысились Вместе с тем он обратил внимание на ряд накопившихся системных проблем в ракетно-космической отрасли Глава государства призвал прекратить эксплуатировать старые заделы И планомерно наращивать группировку космических аппаратов военного и двойного назначения Как пояснил Виктор Мураховский, присутствие в космическом пространстве имеет исключительное значение для ОАРМИ РФ Группировка спутников обеспечивает войска разнообразной разведывательной информацией, навигацией, системой ГЛОНАСС и связью Также она отвечает за наведение управляемого ракетного вооружения Орбитальную группировку увеличивают все ведущие державы К тому же нагрузка на российские спутники сейчас очень большая Наращивание их количества позволит улучшить работу элементов единой системы космической связи с системой разведки и целью Казания Негативное влияние оказывает тот факт, что почти все 1990-е годы мы не запускали военные спутники Эксперт обратил внимание на необходимость дальнейшего совершенствования характеристик космических аппаратов Увеличение скорости обработки и передачи данных, модернизацию оптики и других систем Еще одной проблемой он назвал нехватку элементно-компонентной базы отечественного производства Однако данный вопрос решается за счет роста импортозамещения и покупки отдельных деталей в третьих странах Дмитрий Корнев отмечает, что руководство РФ осознает колоссальное военное значение космоса В связи с этим будут приняты все необходимые меры для того, чтобы Россия сохранила статус одной из крупнейших космических держав Эксперт уверен, что, помимо орбитальной группировки, Минобороны продолжат развивать системы противоспутникового оружия Спутники располагаются на низкой, около 300-500 километров, и геостационарной орбитах, свыше 35 тысяч км Современные технологии позволяют поражать спутники на низкой орбите Разработки такого оружия ведутся в США, Китае и России Это системы, которые могут осуществлять перехват и выводы из строя аппаратуру, отметил Корнев По мнению эксперта, с учетом текущего сокращения военных расходов оптимальный вариант спутникового оружия Специальные ракеты на вооружении боевой авиации Корнев предполагает, что подобный боеприпас может появиться в арсенале истребителя-перехватчика МиГ-31 Речь идет об обновленной версии советской экспериментальной ракеты 79М6 «Контакт» Также возможностью перехвата спутников обладает перспективный комплекс «Нудоли» Зенитная ракетная система С-500 Модернизация ВКС позволяет России решать массу боевых задач На стратегическом уровне Это СПРН и сдерживание США На тактическом Защита воздушных рубежей И проведение операции наподобие сирийской Не случайно доля современной техники в воздушно-космических силах уступает только РВСН Важнейшими стимулами совершенствования ВКС являются научно-технический прогресс и анализ боевого применения сотен видов вооружения в САР Резюмировал Корнев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова